Здравствуйте, дорогие друзья! Знаю, многие из вас уже заждались от меня видео с моими впечатлениями об Алтае. И я честно пыталась тут несколько дней все это дело записать. Но вы знаете, вот как таковые впечатления, наверное, это сложно передать. И может быть даже все, что я могла снять и показать вам, я уже показала. И, конечно же, восторгов от красот Алтая очень много. И что тут говорить? Тут, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, со своей стороны, я всем вам искренне желаю побывать на Алтае и увидеть его красоту самим. Но побывать на Алтае и увидеть его красоту самим недостаточно. Как мне кажется, за Алтай нужно ехать с более серьезными целями и за глубокими смыслами, наверное, так. И вот, может быть, у меня поэтому и не получалось делать передачу, потому что на самом деле вот эта поездка, как я говорила, для меня стала и архиважной. И именно вот после нее, скажем так, во время нее, да, я для себя задумалась над такими сложными вопросами, которые мне самой-то пока себе еще сложно найти ответ, прояснить, да, уж тем более рассказать вам. Вот. Но, тем не менее, я сегодня делаю очередную попытку хотя бы чуть-чуть заглянуть в это во все. Как я говорила ранее, поездка на Алтае для меня была неожиданной. И каких-то специальных целей, каких-то конкретных задач я перед собой не ставила. Конечно же, мне, как и всем вам, хотелось побывать на Алтае. И, в общем-то, как это нередко случается, мои персональные цели уже вырисовались и определились четко тогда, когда мы уже были на месте в Каракольской долине. Но перед тем, как добраться до Каракольской долины, первый свой вывод, который я сделала, поехав в эту поездку, это просто, что нам надо чаще вырываться в реальный мир, нам надо чаще отрываться от компьютеров, нам надо меньше зависать в Ютьюбе, и нам надо больше путешествовать и по своей собственной стране, и вот, скажем так, узнавать этот реальный мир. Реальный мир от виртуального очень сильно отличается. И мне кажется, сидя в городах вот за компьютером, зависая в Ютьюбе, пускай даже мы оторвались от телевизора, но мы просто поменяли телевизор на компьютер, и все. А вот, как ранее Андропов, кажется, говорил в свое время, что мы не представляем, не знаем своей страны и людей, населяющих ее, так и сейчас можно сказать, что мы, в общем-то, плохо себе представляем, что себе нашу страну, да, ее регионы, и еще хуже мы себе представляем население этой страны. И невозможно придумать какое-то решение, мне кажется, правильное, не понимая своего народа, не понимая, чем живет, какими смыслами живет народ, с каким мировоззрением живут те или иные люди, целые народы, целые этносы, и насколько это мировоззрение совпадает с тем, что сегодня предлагают, что власти, что оппозиция. Ну, а теперь уже ближе к каракольской дарине. Конечно, мне повезло, что я именно в первый раз, будучи на Алтае, попала именно сюда. Собственно говоря, не просто красивое место Алтая, да, а священные земли Алтая. Многое вы уже слышали в ролике о Каракольской долине, кто не смотрел, рекомендую посмотреть. У некоторых из зрителей создалось впечатление, что центр Учин-Мек – это очередная просто туристическая база, которая вот на каких-то этнических вещах, мистических вещах пытается заработать на туристе. Ну, тут что я могу сказать? Каждый оценивает мир в соответствии с внутренним мировоззрением. Скажем так, он зеркалит свое внутреннее на то, что видит. Вот, да, естественно, Учин-Мек – это в том числе и туристическая база. Но основная деятельность центра – это все-таки научно-просветительская работа. Опять же, сохранение корней, сохранение традиций, сохранение тех знаний, которыми наши предки владели тысячи лет назад и которые мы сегодня, к сожалению, утеряли. Мы просто, забывая о своих корнях, мы сами себя обрекаем на самоуничтожение. Как сами сотрудники центра прописывают свое кредо? Культурное наследие – это коллективное достояние этноса. Каракольский природный парк Учин-Мек является смотрителем или хранителем этого наследования. Такую индивидуальную ответственность не следует путать с правом владения или собственности. Парк выступает в качестве лица, которому дозволено блюсти интересы этноса в целом. И он имеет соответствующий статус лишь до тех пор, пока продолжает действовать в интересах общины и экосистемы долины. Понимаете, то, что люди зарабатывают на туристах, естественно, а как государство, что ли, их будет поддерживать? Естественно, зарабатывают, но они помогают обычному туристу, который просто пришел с рюкзаком посмотреть и получить какие-то там впечатления. Они помогают глубже тому же самому туристу заглянуть в свой собственный мир, задуматься, зачем он сегодня пришел в этот мир, зачем он сходит по планете, какова его миссия как человека, просто потреблять, в том числе и меняя, скажем так, картинки, впечатления, потреблять впечатления, да, просто шагать по планете, хотя это неплохое, конечно, занятие, но если человек не задумывается над тем, а что это, а как это, а для чего это создано, то это, в общем-то, превращается просто в обычное потребление. А здесь центр как раз, он так или иначе переформатирует, перенаправляет мышление человека, что, как мне кажется, очень важно. Здесь само пространство способствует этому, это не значит, что там людям читают какие-то нотации, да, или там морализаторствуют, нет. Тут, как мне кажется, вот само пространство, оно способствует этому, способствует даже, кстати сказать, просто перенастройке, сонастройке организма на более здоровый лад, я бы так сказала. Нам пока это плохо, может быть, большинству из нас, может быть, плохо понятно, но тем не менее, вот когда Данил Иванович говорил о том, что вот определенные камни должны стоять в определенных местах, структурирует это пространство, это все имеет значение на самом деле, и на самом деле это все так или иначе влияет на вас. Ну вот я точно ощутила это на собственном опыте. И, ну вот, как мне кажется, это место никого не оставит равнодушным. Вы знаете, я бы хотела, прежде чем рассказать о своем общении с Данилом Ивановичем, я бы хотела зачитать его статью «Тенгрианство как природные устои совести». Это, в общем-то, очень сильно перекликается с тем, о чем мы с ним говорили. Просто, может быть, поскольку здесь он уже это все сформулировал очень четко, я решила все-таки прочитать его текст. Начиная разговор о «Тенгрианстве как о культурном феномене», несомненно, мы должны начинать от осознания природы, проявляющейся как космос или «Тенгрии». Ибо понятие «Тенгрианство как культурный феномен» связано с паскосмологическими процессами с одной стороны, а с другой на планетарном уровне реализуется через принцип, сформулированный однажды Гумилеумом. Вмещающий ландшафт формирует культуру. Сегодня все более усиливается интерес к феномену тенгрианства, что также является следствием космопланетарных процессов. Все есть процесс, ибо все в движении, и поэтому нам важно определиться самим, сможем ли мы, сегодняшние граждане Земли, соответствовать тем принципам, в которые мы, увлекаясь, вовлекаемся. Что мы хотим взять от тенгрианства? Знание о законах мироздания или принцип жизнедеятельности? Нам необходимо осознать, что тенгрианство, как культурный феномен, это прежде всего знание, а не верование о природных принципах, в соответствии с которым жили наши далекие предки. Частицы этого знания присутствуют в нашей культуре по сей день в качестве обрывков пантеистических обычаев, ритуалов и церемоний. Вы знаете, я не просто так прочитала, потому что действительно здесь речь идет о знаниях, которые многие сегодня отвергают, как какие-то обрядности, какая-то религия. На самом деле, что меня прежде всего поразило, это то, что эти люди, Даниил Иванович, Галина Михайловна, которую я встретила в Ангудая, местные жители, они говорят и живут в категориях времени и пространства. Вот послушайте внимательно, когда они говорят. Вы всегда услышите, что они говорят о времени и пространстве. То есть это категории, по которым они живут, то, как они мыслят. Понимаете? То есть это совсем отличается от того, как мы на мир смотрим. Особенно люди, которые живут в мегаполисах. То есть какое пространство, какое время, время летит, пространство мы не видим, шум, гам, тут сплошные коробки, да. И у нас этого просто даже нет. А ведь на самом деле, на самом деле, связь с космосом здесь, мне кажется, прямая. Почему я еще тоже не смогла быстро сделать ролик о впечатлениях? Да потому что меня вызвали в музей космонавтики на презентацию книги Юрия Гагарина, да. И когда я там очутилась, и у меня было время погулять, там в магазин сувениров есть книги, да. И я купила совершенно, опять же, неожиданно для меня книгу Стивена Хокинга «Черные дыры и молодые вселенные». И глава «Мечта Эйнштейна» начинается с таких слов. В начале 20 века появились две теории, которые полностью изменили наше представление о пространстве времени и реальности вообще. Прошло более 75 лет, а мы все еще пытаемся понять, к чему в результате пришли, селимся объединить их в единую теорию поля. Речь идет об общей теории относительности и квантовой механики. И дальше идет достаточно, ну как бы не очень простой текст, но вообще, вот когда я читала вот эту книгу, я понимала, что здесь речь идет о том же самом, о чем на простом языке мне говорил Данила Иванович в Каракольской долине. Вот для меня это было открытием. Вот почему мне еще сложно, скажем так, перевести это все, да, то есть вот соединить. Я интуитивно вот это чувствую и понимаю. Тут, как мне кажется, как раз вот эти люди из Каракольской долины и астрофизики, занимающиеся сегодня квантовой механикой, поймут друг друга с полуслова. Кстати сказать, у того же Данила Ивановича очень сильно прослеживается именно желание взаимодействовать с учеными. И чтобы именно ученые уже на уровне современной науки, на уровне современных знаний, оборудования могли с научной точки зрения объяснить то, что они знают эмпирически, то, что они знают посредством раскодировки этносов, потому что в наших Белинах, Михвах, очень много этих знаний закодировано. И, кстати сказать, Пыжиков в свое время тоже занимался раскодировкой вот этих Белин. Опять же, вот в разговоре с Данилом Ивановичем, вы, наверное, тоже обратили внимание, все время звучит славяно-тюркские, коренные народы России. Понимаете, он не отделяет себя от славян. Он говорит, мы всегда жили по соседству и вместе. И наши традиции тесно переплетаются. И очень похоже то, как жили славяне, тот уклад их, те их традиции, с теми, как жили тюрки еще до христианизации Руси. И вот мне кажется, это очень важно. И один из таких глубоких вопросов, которых я сама себе задала в этой поездке, это то, что получается сегодня, по сути, вот эти малые народы, которые государство сберегало, помогало им сохраняться, сохранять их культуру, они сегодня для нас сохранили не только свою культуру, но и нашу славянскую. И здесь им нужно поклониться низко в пояс за то, что они сохранили и те крупицы знаний славянской культуры, о которых мы сами недавно, в общем, многие из нас недавно только стали задумываться, а кто-то вообще до сих пор не задумывается. Что касается самого места и Каракольской долины, вот как об этом пишет Данил Иванович, археострономические сооружения древних культур в виде курганных захоронений, каменных оградок, балбалов и менгиров, расположенные в этой долине, выстроены на основе глубоких знаний геологии и физики территории. По сути, они представляют собой материнскую плату геокомпьютера, жестким диском которого является магнитное поле Земли. Именно такие места, являясь аккупунктурными точками планетарного организма, выполняют функцию трансформаторов энергии Солнца и космоса и предоставляют человеческому организму энергоинформационные ресурсы для саморегуляции и самовосстановления. То есть, понимаете, посмотрите, какая широта мышления и какая образность. То есть, мы смотрим, для нас это просто горы, для нас это просто ландшафт. А для местного населения, для алтайцев, которые сохранили эти знания, это не просто ландшафт. Это определенная флешка, на которой сохранена определенная информация. Это материнская плата геокомпьютера. Представляете? Вообще, кстати сказать, вот когда я опять же разговаривала с Данилой Ивановичем, у меня все время крутилось в голове, что где-то, где-то, где-то я уже вот что-то подобное, что-то похожее слышала. Но, конечно, я так и не вспомнила. И домой приехала несколько дней, тут мучилась. И вспомнила Игоря Николаевича Стрецов. Год назад, чуть больше года назад, я брала у него интервью. Я и сейчас его переслушала. И рекомендую вам его переслушать в очередной раз. Я вот его сегодня заново услышала. После тех знаний, которые я сама для себя уже тоже подчеркнула, я это интервью услышала совершенно по-новому. Я его, скажем так, глубже поняла. И рекомендую вам сделать то же самое. Дело в том, что, вот что важно, да, что для меня важно, что сказал физик ядерши Кострецов. Это то, что он сказал, что все, что можно было изобрести и открыть в мире материальном, было принципиально важно, и все было открыто еще в 19 веке. И он не просто так все время ссылается на Ленина, который сказал, что электрон так же не исчерпаем, как и атом, когда определял материализм. Стрецов как раз и говорит, оказалось, что мы не можем сказать, что мы сегодня не можем сказать, что внутри электрона. И на этом материализм закончился. И самым великим достижением 20 века было обнаружение элементарного объекта, то есть доказательство того, что мир не является чисто материальным. Опять же, вот понятие, что такое материальным. Материальным, как физик, он говорит, это именно, что мир состоит только из материи. И он сам говорит о том, что развитие наше и развитие разума сегодня должно уходить в иррациональную плоскость, в иррациональную область. Послушайте внимательно это видео еще раз. Вообще, такие вещи нужно, вот знаете, как некоторые книги нужно перечитывать, и такие интервью нужно переслушивать. Вот этот мир невидимый, вот этот мир эфира, вот этот мир полевых структур, которые мы не можем пощупать, которые мы не можем осязать, да, он есть. И глупо его отрицать. И вот еще тоже интересно, что говоря о мире материальном и мире духовном, да, мы очень часто сейчас так говорим, Я также вспомнила лекцию доктора философии Александра Николаевича Малюты из Украины. И тоже вам рекомендую ее внимательно послушать. Лекция называется «Язык и духовность». Ссылку я оставлю в описании. Чем интересна эта лекция? Тем, что он там дает определение человека, говоря о том, что человек проявляется в двух формах. Вещественное – это наше физическое тело, и полевой – это наше электромагнитное поле. И он как раз и говорит о том, что за вещественное проявление отвечает наше физическое тело, и оно же, ну то есть вот то, что мы называем материальным, да, то есть с точки зрения физики сейчас я говорю материальный. Вот. И то же самое, а вот полевая структура, наше электромагнитное поле, оно как раз отвечает за такое понятие, как духовность. Но это не разные ипостаси человека, это все один человек, который проявляет себя как в материальном мире и в духовном мире. И, собственно говоря, Александр Николаевич как раз предлагает называть это вещественный мир и полевой, и полевое, вещественный и полевой. То есть если бы не было вот этой полевой субстанции, человеку невозможно было бы проявить свою духовность. И вот здесь, как мне кажется, это тоже такой мостик, который помогает нам перейти от восприятия нашего материального мира к этому миру полевых полевых структур. И как мне кажется, вот это соединение, вот эта связь, наша связь физического тела с нашей полевой структурой, это есть наша совесть. Но это я вот, опять же, я не настаиваю, это я вам просто свои мысли говорю, что поскольку наше тело физическое, оно ограничено в пространстве и времени, обращайте, пожалуйста, внимание на это, оно ограничено в пространстве и времени, то наша полевая составляющая как раз не ограничена ни в пространстве, ни во времени. И вот, и поэтому наша полевая составляющая знает, знает те нормы, те правила, по которым устроена система, по которым жили наши предки. И поэтому наша совесть всегда знает, когда мы нарушаем эти критерии, а когда мы их не нарушаем. Вот как об этом пишет, опять же, Данила Иванович. В настоящее время понятие «поступать по совести» заменено на понятие «поступать по закону». И при этом диктуется, что выше закона не может быть никого и ничего. То есть закон располагается выше человека, закрывая все его энергетические центры, через которые человек, особенно через разничковый центр темя, связан с космопланетарным организмом. Как сказано в Национальной философской энциклопедии, совесть – состояние души, при котором она дает сознанию человека, весть о нарушении принятых его душой критериев, являющихся частью его этического пространства. Голос совести – это голос оценок, принятых организмом прежде всего, его высшей душой, по сравнению с критериями природы, диктующими требования к человеку, проявляющиеся в его долге. Вот как раз в первый день нашего знакомства, когда я нечаянно попала в Аил, где готовился к церемонии огня Данила Иванович, вообще, конечно, мы как раз в этот же первый день, мы как раз и заговорили о совести. Но вообще, когда я туда постучалась, и он пригласил меня войти, первый вопрос мой был к нему – «А вы шаман?» И он так улыбнулся и сказал – «А что вы подразумеваете под словом «шаман?»?» И вот тут у меня оказался ступор. Мы очень часто говорим слова, не понимая чётко, а что же оно значит. То есть, вот очень важно ещё, кстати сказать, на это же обращаются и лекции, внимание Малюта, почему я рекомендую послушивать её внимание, именно на понятия, которые скрываются в этих словах. И я, конечно же, шаман, шаман, стала думать, стала пытаться что-то сформулировать. Понятно, что чёткого определения в голове у меня нет. Я так вот шаман и всё. И я, собственно говоря, сконфузилась, не смогла чётко сформулировать и спросила, а что же Данила Ивановича под этим подразумевает. Он говорит – «Ну, во-первых, я не шаман, и вообще у нас принято называть людей, которые живут в гармонии с природой, которые понимают, чувствуют пространство, которые понимают его знаки, знают, как оно меняется. Вот, ну, как бы, то есть, вот знает эти законы, да. Вот он, собственно говоря, является, вот кем является, ну, грубо говоря, шаман или кам, да. Вот человек, который живёт в гармонии с природой, понимает, чувствует пространство, умеет считывать те знаки, которые оно посылает. Природа нам присылает, космос нам посылает. Я стала спрашивать, а как вот людям сейчас жить, когда власть каждый день сочиняет антинародные законы, как людям жить вот сегодня, как им бороться. Ну, первое, что он сказал о борьбе, и в одной из передач это тоже было, это то, что те, кто нам навязывает эту борьбу, они, как правило, сильны в том оружии, которое нам с вами предлагают. И вы заведомо в проигрышной позиции. То есть, как он сказал, дуэлянт, выбирающий оружие, прекрасно знает, что именно в этом оружии, с этим оружием он максимально силён. И, ну, и, собственно говоря, мне это очень стало понятно на примере того, что вот я работаю как блогер на Ютюбе, да, а Ютюб – это, в принципе, оружие нашего противника. И возмущаться тем, что что-то тут не так происходит, что что-то кто-то тут снимает подписки, отписывает подписчиков, да, там, закрывает канал и так далее, ну, бессмысленно. Мы заранее, собственно говоря, находимся на территории врага и вынуждены действовать по его правилам. Мы потому что своего оружия подобного не создали. И вот тут сам факт того, что мы ведём информационную, пытаемся вести информационную войну на поле противника, где он диктует условия, не ставит ли это всё под, ну, не обнуляет ли это всё вот эту борьбу, которую сегодня мы ведём в информационном пространстве. Ведь, по сути, в топ-ролики, в топ попадают те ролики, которые выгодны держателю платформы. А что выгодно? То, что раскалывает, то, что разобщает, то, что разлагает общество, то, что ведёт общество к самоуничтожению и в то же самое время помогает продвигать услуги держателей платформы. Вот. Вот и всё. Ну, это так, опять же, для меня это вот очередная такая тема для размышления, для рассуждения. И возвращаясь к вопросу о совести, вот Данил Иванович так сказал, на каждый чих не пропишешь закон. И когда вы пишете законы, вы их пишете сегодня, да, а завтра ситуация изменилась, время изменилось, пространство изменилось, и этот закон уже не действует. Поэтому выход один – жить по совести. Выход один у людей – жить по совести. Я говорю, а если не у каждого есть совесть? Он сказал, нет, у каждого есть совесть. Вообще, ни славяне, ни тюрки никогда не были идолопоклонниками ранее, да, и, то есть, для них вот не было какого-то конкретного Бога, это они поклонялись вселенскому разуму, да. И вообще, вот он сказал, раньше люди, наши предки, они вели себя как боги. Они понимали, что они все могут, но за все должны нести ответственность. А то мы сегодня как? Мы хотим свободы, делая, что хочу, но ответственность никто не хочет нести, да. Нет. Вот тут человек, наверное, может быть, должен себя понять, что он может многое, но он за все должен нести ответственность. И критерием оценки того, что он может, а что он не может, и что он правильно делает, что он неправильно делает, да, является совесть. И вот Данил Иванович еще такую вещь сказал, что двери в ад и в рай человек открывает себе сам. Потому что каждый внутри себя, разговаривая со своей совестью, знает точно, когда, где он что-то сделал не так, сказал и даже подумал плохо. Человек, его совесть все это знает. Поэтому попадете ли вы в рай или в ад, это исключительно ваша ответственность. Ваша совесть знает точно, куда вы попадете. Вообще, вот что интересно, опять же, мы привыкли жить категориями хорошо или плохо. Данила Иванович говорит как раз, не нужно оценивать вот так, хорошо-плохо. Нужно всегда задаваться вопросом, для чего? Встретился ли вам плохой человек, ну, с вашей точки зрения, да? Сложилась ли у вас какая-то сложная, неприятная ситуация? Спрашивайте всегда, то есть подходите к этому всегда с вопросом, а для чего это нужно? То есть, вот как он говорил, в каждом человеке есть черное и белое. И важно здесь соблюдать баланс. И каждый человек нужен на этой земле. У каждого своя миссия. Даже если это очень черный человек, и в нем белого всего, вот он даже сам показал, вот маленькая-маленькая точечка. Но вот этот черный человек с этой маленькой-маленькой точечкой, может быть, вам как раз и встретился на вашем пути, чтобы вы вот это маленькое смогли разглядеть и понять, что же это. А может и наоборот. А может быть, вы увидите столько всего черного, и поймете, что вот это зло. И вот нельзя быть таким. И если вы вдруг отзеркалите, что у вас что-то есть, то, возможно, это повод задуматься и проработать в себе то, что вы увидели в другом человеке. Ведь нам вообще свойственно зеркалить именно. То есть мы видим в другом то, что присуще нам прежде всего. И если нас это раздражает, значит, прежде всего, нам в себе нужно это проработать. И я здесь не выступаю в качестве учителя, потому что мне некоторые пишут, Света, так ты на себя посмотри. Так я смотрю. Я смотрю, и я ведь не отделяю себя. Я говорю, что я такая же, естественно. Только единственное, что я все-таки уже остановилась, перестала бежать по жизни механистически, начала себе задавать эти вопросы и начала работу над собой. И уверена, что вы делаете то же самое. А если не делаете, то, в принципе, можно начать, скажем так. Поскольку, опять же, возвращаясь к статье, как природное тенгрянство, как природное устое совести, зачитаю дальше. Одним из важных критериев наступающей эпохи являются индивидуальные качества каждого человека. Природа требует от каждого собственного светотворения. Только творящий человек светится собственным светом. Но творить необходимо в соответствии с принципами Вселенной и в рамках ее биоресурсов. То есть жить соразмерно с ресурсами окружающей среды. Жизнь по обобщенным правилам и усредненным нормам, называемым сегодня законом, приводит к угасанию не только собственного света человека, но и погружает мир в неравновесное состояние. Современные ученые, работающие с энергетической парадигмой, приходят к интересным выводам. С одной стороны, человеческое сообщество имеет ту же биологическую структуру, что и вся биосфера, и проходила аналогичный процесс развития, что и костная среда. С другой стороны, только человеческая популяция обладает свободой выбора, способностью к творчеству, что приводит к бесконечному росту потребностей. Это в корне отличает человека от животных, которые потребляли и потребляют одну и ту же норму биоресурсов во все времена. И оказывается, человек сегодня перешел все границы нормы потребления. Также здесь пишется, что такое кон старославянская, круг, контур, граница, круг, основа, устой, база. Закон законом за границей допустимого устоявшегося. Как видно, закон – это изобретение человеческое, созданное для управления людьми, которые изначально рождены свободными и с совестью, но впоследствии забывшие о ней. Вообще, то, что мы сегодня живем по законам, это искусственно созданный мир. И будучи там, именно в Каракольской долине, общаясь с алтайцами, ты понимаешь на самом деле, что вот здесь где-то, да, оно настоящее. А ты выпал… Вот я говорю, почему вначале я вам сказала, что реальный мир, он другой. А ты сегодня живешь в искусственном мире. Я сегодня живу в искусственном мире. Более того, мы все сегодня живем в искусственном времени. В искусственном пространстве и в искусственном времени. Вот Галина Михайловна, она это очень сильно обращала внимание. Она говорила о календаре, да, она говорила о циклах. И в Каракольской долине, в Учин-Мех, у них тоже есть вот этот вот наш славянский календарь, круговерт, по которому раньше правильно жили люди. Они жили, потому что время – это то, что человек не придумал. Это вот еще одно четвертое измерение Вселенной. И человек не имеет права вмешиваться и менять время. Потому что это влияет сразу на среду обитания, когда человек меняет время. Это тут же сказывается и на всех остальных процессах. Это сказывается в конечном итоге и на здоровье людей. Это приводит к катаклизму. То есть вот все взаимосвязано. И мы, не понимая, как в мире это все взаимосвязано, лезем туда, меняем это и нарушаем нормальное, естественное, гармоничное развитие нашей жизни. Вообще, как мне кажется, вот здесь очень важно, когда мы говорим о творении, имеется, как я понимаю, да, это жить в гармонии. То есть вот очень часто, опять же, к вопросу о терминах, да, под словом творить, многие понимают, это что-то рисовать, там, ну, музыцировать, еще что-то, да, ну, больше связано с искусством. Нет. Творить, как мне кажется, это, знаете, делать с душой, с Богом, да, с благословением, с божественным началом, в гармонии. Что, когда человек это делает, он находится в гармонии с самим собой, он находится в гармонии с пространством. И, соответственно, все, что он делает, это творение. То есть будут, пусть даже это, вот, приготовление элементарного борща, да, то есть, вот вы же знаете, когда ты это делаешь, вот, у меня главный ингредиент в любом блюде, это твое настроение. Если у тебя плохое настроение, лучше не берись, потому что получится плохо. И мне кажется, вот, подход здесь такой же. Вот строишь ты, да, вот смотрите, как мы смотрим на память, на древние памятники архитектуры и восхищаемся, насколько они гармоничны, насколько они красивы. То есть это творение, творение рук человеческих. Я вот постоянно этому поражаюсь, когда езжу, смотрю, это же вот, насколько человек вообще, вот, ну, в основном, конечно, славя Бога, да, вот какие-то храмы создаются, какие-то иконы пишутся, но ведь вообще-то это творение, это рук человеческих, но здесь не обошлось без божественного начала. Посмотрите на скульптуры Микеланджело. Вот просто ремесленник никогда не повторит вот этой скульптуры. Тут нужно знать что-то такое, что вдохнет в холодный камень жизнь, и этот холодный камень превратится в мягкую плоть. И вот я говорю, к любому делу можно подойти творчески. Это не значит, что это касается... Творить — это не значит, как я ощущаю, да, как я понимаю. Творить — это не значит, вот, там, что-то связанное только с искусством. Творить — это делать с душой в гармонии. Я для себя так определила. Ещё один важный... Вот смотрите, что тут важно было в том, что я зачитала. Про закон. То есть закон располагается выше человека. Человека написан с большой буквы. И ещё один такой большой вопрос, на который я пока точного ответа не могу сказать. А кто же такой человек? Вот что значит быть человеком? Определений сегодня дано много разных. И когда есть марксистское определение, да, есть там определение с точки зрения физики, есть определение с точки зрения медицины, кто такой человек. И каждая из них правильная. И в то же время это такой достаточно сложный вопрос, что однозначно и просто на него нельзя дать ответ. Но понять, мне кажется, мы должны это. И сейчас как раз то время, когда мы должны задуматься над этим вопросом. Потому что это уже вопрос самоидентификации. Это вопрос, а человек ли я? Вы знаете, вот опять же, в одном из разговоров с Данилом Ивановичем, он мне сказал такую вещь, что вот сейчас человечество проходит через очередное сито. Но вот это сито выглядит вот так. Вот он прямо именно показал форму воронки. И на каждом этапе прохождения вот этого сито человечества, да, когда-то это было прохождение там, то есть, но вот оно все время сужается. То есть, когда-то это сито проходили страны, континенты, народы, этносы, да. А вот сейчас, сейчас мы подошли к самому узкому горлышку этой воронки, когда это сито должен пройти каждый человек. Это сито на то, человек ли ты. Какой ты человек. И вот тут встает вопрос, а что значит быть человеком? Что значит, вот опять же, духовность, да? Но если понимать, что за духовное отвечает наша полевая составляющая, с которой у нас связь через совесть, то значит нам нужно просто вспомнить себя, не нужно ничего придумывать. Мы это все знаем. И в общем-то это не так уж и сложно сделать. Вопрос просто выбора, чего мы хотим. И если сегодня нас интересует на будущее наших детей и наших внуков, так нужно задуматься, сколько мы уже сегодня у них забрали, потребляя постоянно и забирая. Не пора ли нам отдавать это? И, кстати, сказать, вот я в очередной раз вспоминаю высказывание Губарева о том, что наша молодежь не такая уж и плохая. И то, что их мозги белый лист, это неплохо, потому что на белый лист проще нанести новые знания. Они белый лист, но у них точно так же есть вот эта полевая структура. И, кстати сказать, дети, они в большей степени живут интуицией. У них эта связь со своей полевой, у них этот родничок, еще как бы связь сильнее с этим миром. У них еще не настолько рационализировано мышление, не настолько вот эта развита, вот эта логика. Они как раз ближе к пониманию вот этого мира. Их просто нужно туда направлять, их просто нужно вытаскивать вот из этой клайки, в которую их обрушивает интернет, и в правильном русле направлять. Может быть, не стоит им как раз бушку их забивать знаниями, какими-то книжными, а именно вот такими жизненными, на этот жизненный путь их наставлять, вместе, может быть, с ними путешествовать. Вот, кстати сказать, мы сегодня часто говорим, вот образование не то, ну что толку, что мы об этом говорим? Вот оппозиция об этом говорит годами, десятилетиями. Мы бухтим, что вот система сломана. А вот Данил Иванович взял и сделал. Понимаете, вот он за 20 лет, живя в той же стране, с теми же законами, с теми же препонами, взял и построил этот центр. Взял и создал образовательную систему. Взял и объединил пять близлежащих школ, и всех учеников провел по этой Каракольской долине. Они вместе нашли там тысячи петроглифов. Они изучали жизнь, они изучали природу на местности, они изучали пространство. И они вот за эти походы, может быть, в своей жизни узнали больше, чем за 10 лет в школе с учебниками. Вот каким должно быть образование. И сегодня есть этот пример. И может быть, как раз нам нужно уходить от того навязанного образа борьбы, который все время нас с вами разделяет. И мы, не имея возможности добраться до тех, кто это все организует, грыземся между собой. И только помогаем им. Они руки потирают. Мы только грыземся между собой. Может быть, нужно уходить сегодня и просто строить. Строить свой дом. Созидать. Помогать таким, как Данила Иванович. Ведь вот когда меня водитель привез, он сказал, вот, говорит, Кам здесь. Вообще, многие, кстати, его называют Батыр. Он говорит, он, и как раз он идет, а вы видели, он весь седой. Ведь он раньше был абсолютно черным. Вот за эти 20 лет борьбы за вот это пространство он посидел. Но посмотрите, что он создал. Вот я просто опять же сравниваю, да, что создала оппозиция за 20 лет, находясь в борьбе, и что создал этот человек за 20 лет просто строя, просто четко идя к своей цели и строя, созидая. Вот мне очень хочется помогать ему. Мне очень хочется находить таких людей и рассказывать о них. Потому что здесь, понимаете, он не один. Это уже целая команда. И вот об этих людях, которые работают с Данилом Ивановичем, мне тоже хотелось бы сказать пару слов. Вы знаете, это сплоченный контакт. Коллектив. Они живут общинно. Это не значит, что они хороводы водят и за руки все время ходят. Нет, но ты прямо это чувствуешь. И вот опять же, что было необычного для меня, находясь на этой базе. Вот здесь очень много было чувств. Не эмоций, а именно чувствования. То есть я понимала, что эти люди, они меня как будто сканируют. Они меня как будто проверяют. У них это происходит уже на автомате. И ты это прямо чувствуешь. Причем это, естественно, и ты чувствуешь, и ты их начинаешь чувствовать. Вы не можете не говорить. Вы вообще не общаетесь. Но ты чувствуешь их отношение к тебе. Они чувствуют твои отношения к тебе. И в принципе это все так гармонично, что говорить-то ничего не нужно. Это очень открытые, очень улыбающиеся, очень позитивные такие люди, очень спокойные, умиротворенные, очень уверенные в себе, с чувством собственного достоинства. Они встречали нас как хозяева. Хозяева встречают радушно, гостеприимно, но мы там гости. Понимаете, и если кто-то из гостей вдруг начинал вести себя, как я тут приехал, вы мне тут услужите, его тут же ставили на место. Никто ему там не услуживал. Понимаете, ты заплатил за... То есть, как бы... Да, ты заплатил деньги за проживание. Вот мы тебе предоставили проживание. Да, ты заплатил деньги за обед. Вот мы тебе предоставили вкусный обед. Но мы тебе не слуги. Мы не будем тебе прислуживать. Но это не так говорилось, но это, естественно, показывалось. И это правильно. Вы видите, вот мы сегодня действительно какие-то нормы забыли. Мы, если вот мы что-то заплатили, очень часто люди у нас себя так ведут, да, вот все, все ему тут должны, должны прислуживать. Вот это, это, кстати сказать, показатель рабской психологии. Когда человек хочет самоутверждиться за счет, за чужой счет, когда хочет, чтобы ему прислуживали, это как раз показатель рабской психологии. Свободный человек никогда так себя вести не будет. Истинно свободный человек никогда не будет себя так вести, потому что он уважает свободу другого человека и уважает его личность, независимо от того, кем он работает. И вот здесь, мне кажется, люди это прекрасно понимают, они с этим живут, им это объяснять не надо. И это то, что мне понравилось, и я там, хоть и была на правах кости, но я себя чувствовала абсолютно комфортно, как будто бы я была дома. И вообще, вот понимаете, именно здесь, как бы я в большей степени не жила чувствами. Ну вот, кстати сказать, если уж говорить о впечатлениях, на самом деле, Данила Иванович в самом начале нам сказал, что вы находитесь в необычном месте, здесь свое определенное пространство, оно структурировано, и вполне возможно, что оно естественным образом будет воздействовать на вас, и вам могут показаться какие-то образы, вам могут сниться какие-то сны. Вот все, что вдруг вам придет, пожалуйста, рассказывайте, мы все это записываем, слушаем. Вот. И вот у меня было такое, мне показали кино на 10 минут, причем это вот, я говорю, жалко, что не было у меня телефона, чтобы я зафиксировала, потому что это все можно было зафиксировать, кино мне показывали на небе в виде облаков. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что в облаках очень часто появляются образы, да. Вот тоже интересно, вечером уже поздно я вышла, был там семинар, на котором меня очень сильно подвампирили энергетически, у меня просто жутко болела голова, я просто выскочила с семинара, даже не досидев 5 минут до окончания. Мне сказали один прием, как нужно правильно восстановиться, я абсолютно, без всяких таблеток я сделала это упражнение, я абсолютно восстановилась, у меня голова прекратила болеть, и я пошла прогуляться. Уже, я говорю, уже смеркалось, и пасмурное небо было абсолютно серое. Вот, и я достаточно далеко ушла, и вдруг, вот у меня, знаете, как будто мне в спину ударили, вот у меня прямо такой вот порыв, ну, вот что мне нужно обернуться в сторону солнца, на небо, где должно быть солнце, заходящее, хотя небо пасмурное, я оборачиваюсь, и там вдруг открывается, ну, как обычно просвет такой, небольшой просвет, маленькое окошечко, вот именно, знаете, как будто это именно, как вот луч кинопроектора, прореживает темноту, да, и высвечивает экран, вот здесь было точно так же, причем я понимала, что вот это окошко, со своей точки вижу только я, то есть турбазы, вот это окошко было закрыто горой, то есть вот это окошечко открылось для меня за горой, за пиком горы, и там пошли образы, самый первый образ, это вот маска Джокера, вот из фильма, вот эта вот маска Джокера, но я не буду вам рассказывать все, это вот на протяжении 10 минут, я очень четко запомнила весь этот киноряд, я бы так сказала, я себя щипала, все, я так смотрю, но тем не менее, в этом киноряде были два лица, которые вообще, конечно, которые, появление которых меня просто, конечно, шокировало, ну, в первую очередь, это Эйнштейн, лицо Эйнштейна, которое показалось мне два раза, вот, ну, хорошо, Эйнштейн, еще я могу как-то понять, да, я там его и статьи читала, и личность популярная, и это его фотография с высунутым языком, это все известно, да, но в конце этого видеоряда, мне появилось лицо, сначала я даже не поняла, кто это, но по прическе я поняла, что это человек из прошлого, да, вот, и я несколько секунд стояла, думала, потому что я не сразу могла определить, но я тут же, но я через несколько минут вспомнила, что это Коперник, покиньте, где я и где Коперник, но это был 100% Коперник, я потом пришла, нашла его фотографию, и поняла, что вот я видела вот эту фотографию, на самом деле, я в последний раз изображение Коперника, точно знаю, где видела, в музее космонавтики, три года назад, потому что он там как раз стоит, он как раз открывает череду ученых, которые своими открытиями привели человечество в космос, и первым здесь был Коперник, и вот, кстати сказать, почему я купила книгу Хокинга, и заметьте, заметьте, что сразу после приезда в Ярославль, да, после Алтая, я практически через несколько дней оказываюсь опять в этом музее космонавтики, где нахожу книгу Хокинга, которую я вам показываю, да, «Черные дыры», как раз со статьей о мечте Эйнштейна, он дает ответ на самом деле, какое значение им появление специальной теории относительности Эйнштейна сыграло потом на развитии, в том числе и квантовой механики, и всей науки в целом, и прогресса, ну, пока мне сложно все это дело объяснить, да, я прошу прощения за сумбурность, я понимаю, что вам сложно меня понять, не самой пока что все это сложно сформулировать, вот, к примеру, когда мы разговаривали с Данилом Ивановичем, мы как раз говорили, он как раз говорил, что сейчас, вот, и о законах, что нужно жить по совести, потому что мир так меняется стремительно, ну, мы не можем законы на каждый день пережить, и вообще, понимаете, мы не можем четко предугадать, что завтра будет, не можем, это все, мир становится все сложнее, и все сложнее предугадать, что завтра будет, и, соответственно, тем выше фактор неопределенности, то есть, и мы должны с вами сегодня научиться, как раз, жить в этой неопределенности, почему нам и нужны знания, пространство, умение считывать с пространства его знаки, и умение предугадывать, вот эту многовариантность, которую предлагает нам мир, кстати сказать, вот послушайте Острецова, и Острецов ведь тоже говорит о том, что мы должны изучать в области иррационального, мы должны сами строить новые миры, понимаете, новые миры, это говорит физик ядер-шик Острецов, и вот опять же, у Хокинга принцип неопределенности Гейзенберга показал, что невозможно точно измерить состояние системы, и поэтому невозможно точно предсказать, что она будет делать в будущем, единственное, что можно сделать, это предсказать вероятности различных исходов, именно этот элемент случайности, неопределенности, так смущал Эйнштейна, он не хотел верить в то, что физические законы не могут дать определенное и однозначное предсказание того, что может произойти, но как ни крути, все свидетельствует о том, что без феномена кванта и принципа неопределенности не обойтись, и что они затрагивают все отрасли физики, ну и естественно, это затрагивает не только все отрасли физики, это затрагивает и область нашу с вами человеческую, и того, как человечество будет развиваться, и прогресс будет развиваться, и вот, понимаете, опять же, вот говоря о женском начале, о мужском начале, о том, что мы должны уходить от логика рационального мышления, да, к интуитивному, вот смотрите, сейчас я не физик, да, я не обладаю какими-то специальными знаниями, но чисто интуитивно, пользуясь интуицией, меня вот жизнь ведет, да, меня вот как-то я выхватываю тут-тут-тут-там, и я понимаю, что это как-то должно связано быть, это может быть кому-то покажется вредом, ради Бога, не вопрос, я вам просто рассказываю, я делюсь с вами своими знаниями, своими впечатлениями, своими мыслями прежде всего, и мне кажется, сегодня нам как раз нужно учиться этому, слушать себя и свою интуицию, не свои эмоции, а свои более глубинные чувства, то есть нужно обращаться к себе, а для этого нужно отрываться от компьютера, нужно вырываться из этих маятников, из этих эгрегоров, вот посмотрите, опять же, по поводу, вот последний ролик, который я сделала, не очень удачно, по поводу закона о принудительной эвакуации, ведь, собственно говоря, это такой маятник энергетический, эгрегор, который, если человека захватил, бесполезно с ним разговаривать на уровне здравого смысла и приводить какие-то доводы, он уже этого не слышит, он захвачен маятником, и, соответственно, он будет поддерживать то, что там этим маятником заложено, и он будет отдавать свою энергию, он будет своим вниманием питать этот маятник, и чем больше таких людей будет, тем больше вероятность реализации этого варианта. Но мы с вами уже понимаем, не просто на уровне знаний тысячелетних, которые для нас сохранили Данил Иванович, а на уровне новых исследований астрофизика, Хокинга, физикоядерщика, Острецова и многих других ученых, которые говорят о том, что мир многовариантен. Очень много, то есть не бывает такого, что только один исход. Вариантов много. Вопрос, какой мы с вами выберем вариант. А что это значит? Это значит, что мы будем питать своей энергией, куда мы будем направлять свое внимание. Кстати сказать, к вопросу, если касаясь вот этого законодательства о принудительной эвакуации, там же многие кричат, вот идет зачистка территорий, вот нас там будут выселять из домов, идет зачистка территории. Ребята, я вас умоляю, зачистка территорий идет последние несколько десятилетий, особенно последние 10 лет. Зачистка территорий с помощью программы агломерации, с помощью того, того, что вы сами забрасываете свои деревни, свои малые города, и понятно, почему это происходит. То есть уезжаете в города-миллионники. Вот, пожалуйста, Краснодар, Москва, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, они стянули людей с земли. На земле-то никого не оставлено. Зачистка территории реальная уже произошла. То, что сейчас вам выдается, это уже очередная подмена понятий, очередная ширма, за которой вы главного не видите. Главное произошло, зачистка территорий важных, произошла территорий, как Алтай, где чистая вода. Воду можно пить прямо вот из ручья, наклонился и пьешь. Где чистый воздух, где просто, не просто святые земли, а это залежи полезных ископаемых. Кому сегодня принадлежат эти земли Алтая, вы знаете? Вас это волнует? А кому нужны города с изношенной инфраструктурой, с загаженной водой, с загаженной почвой, вся в мусоре и с загаженным воздухом? Кому это надо? Вот о чем надо подумать. Вообще, один из главных вопросов, когда вот едешь по Чуйскому тракту, едешь там по этим просторам алтайским, и редко тебе встречается какой-то поселок, где, дай Бог, 100 человек живет. А ведь такие колоссальные территории. И кому они сегодня принадлежат? И самое главное, что несмотря на то, что эти люди живут в соответствии с природой, что эти люди ближе к земле, ближе к пониманию космоса, ближе к пониманию законным вселенным, там те же самые процессы коррозийные идут, те же самые процессы деградации. Особенно это проявляется, когда люди уезжают в города. В городах они опускаются тут же на дно, там куча пивнушек на каждом углу стоит, да, то есть и народ спивается, народ забывает, отрывается от корней, народ не находит работу. Молодежь... Ну, проблемы везде одни и те же, да. Вот, но и даже здесь, я говорю, даже те, кто живут на землях, понимаете, они точно так же расколоты сегодня получаются. Вот там были представители из Ингудая, Белой Веры, да. И вот несмотря на то, что вроде бы и они все правильно говорят, когда их слушаешь, получается, что между ними, между местными, есть определенные терки. Так вот, я хочу сказать, что те люди, которые хотят завладеть этими землями, они как себя ведут? Это, вот опять же, послушайте Клочкова-Грушника, который рассказывает, что если вы хотите захватить территорию, сначала изучите все на местности. Кто там живет, какие у них проблемы, где у них самые слабые места, туда и бейте. То есть, где у них есть линия раскола, где у них противоречия, вот на этих противоречиях и играйте. И получается, что как только мы наблюдаем где-то раскол, где-то какие-то терки, мы должны понимать, что именно в этих местах будут появляться люди, которые под видом защиты будут вас там, как бы, это самое, защищать, одних защищать, а с другими ссорить. Понимаете? Вот мне кажется, это очень важно, такие вещи отслеживать. Хоть на Алтае, хоть в Ярославле, хоть в Москве, хоть еще где-то. В принципе, не давать себя раскалывать. Одним из огромных, таких важных посылов Данила Ивановича, то, что вы слышали, еще раз послушайте, это то, что учиться искать друг в друге то, что нас объединяет. Вот концентрировать свое внимание на этом, на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разъединяет. Не позволять нам себя разъединять. Ну вот, такие мысли посетили меня и крутятся в моей голове после поездки на Алтай. Вот еще раз хочу повторить. Вот, собственно говоря, такие мысли зародились в моей голове. Самое важное, это, конечно, жить по совести. И вопросы, которые я... Для меня лично это просто подтверждение. Вы знаете, для меня это не открытие, для меня это подтверждение того, что я все на правильном пути. А это очень важно. Когда ты сомневаешься, когда ты читаешь вот такие комментарии, которые тебе шлют, и когда ты там постоянно слышишь, что вы предали, что вы ушли от борьбы, ну, ты начинаешь задумываться, может быть, правда, я где-то ошиблась, но человеку свойственно ошибаться, человеку свойственно наступаться. Правда, конечно, мы чужие ошибки никому не прощаем, вот, мы только себе все прощаем, да, но тем не менее, все равно ты хочешь ведь лучшего, да, и поэтому ты все время себя перепроверяешь, и очень важно получить подтверждение тому, что ты на правильном пути. Вот, но вопросы вот главные, то есть вопрос, вот сегодня мы часто говорим о том, что быть человеком, мы говорим, очень много слов идет о духовности, а вот что значит быть человеком, кто такой человек, вот дать себе ответ на этот вопрос, через какое сито мы должны пройти, вот, что значит быть человеком, да, и вот немаловажный вопрос, это то, что, конечно, вот так вот вырываешься, смотришь на наши просторы, ведь это касается не только Алтая, за всем Уралом у нас, извините меня, от Забайкалья весь Дальний Восток это 6 миллионов жителей, а в Москве уже три раза по 6 миллионов, вот и считайте, и, а что такое города-миллионники, это рассадники тех же самых эпидемий, вот к вопросу, что делать, можно истерить, а можно просто расселяться, расселяться по землям, опять же, расселяться по землю, здесь очень важный вопрос стоит, а кому сегодня эта земля принадлежит, и вообще, кому должна принадлежать земля, и как мы должны ею распоряжаться, вот еще какой важный вопрос, вы посмотрите, как сегодня человечество загадило землю, что мы с ней творим, насколько правильно то, что мы даже строим, я не говорю даже о помойках, о мусорках, о мусорках, которые мы устраиваем, но даже то, что мы строим, вроде бы во благо, насколько это правильно по отношению к земле, вот это тоже те важные вопросы, которые, как мне кажется, сегодня мы не разбираем, а ведь это главное, и я постараюсь найти людей, которые искали ответы на эти вопросы, и вот эти темы, я думаю, мы в дальнейшем будем освещать, я лично буду стараться освещать, я сразу хочу предупредить, что, возможно, сейчас на канале реже будут выходить передачи, как вы сами понимаете, сложные темы я затрагиваю, мне самой в них нужно разобраться, для того, чтобы разобраться, нужно время, вот, поэтому не переживайте, все у меня хорошо, но просто, если ролики будут выходить реже, ну, вот, пока так, может быть, и я исправлюсь, может быть, все нормально пойдет, я просто предупреждаю, чтобы вы не переживали, вот, еще такое объявление, с 12 апреля мы празднуем, вся страна празднует, весь мир празднует, 60-летие полета первого человека в космос, Юрий Гагарин, да, в музее космонавтики будет открыта его персональная выставка, очень рекомендую всем туда сходить, вообще интересоваться космосом, потому что в космосе наше будущее, технологии, которые могут нас туда привезти, у нас есть, у нас есть такие ученые, как Острецов, у нас его есть последователи, есть ученики, то есть, не нужно думать, что все потеряно, все разрушено, нет, нужно просто мечтать о будущем, нужно просто мечтать о том, что, вот, как говорит Острецов, энергетика с будущего будет на Луне, как туда доставить, как там построить эту энергетику, я знаю, и энергетика эта будет поставляться на Землю, может быть, мы сработаем, и это тот проект, который может поднять человечество, не только нашу страну, а все человечество на новый эволюционный виток развития, да, вот, и здесь уже сложно говорить о том, что только наша страна, такой проект по мощности, может быть, уже наша страна не подтянет, и неправильно это, все человечество должно на это работать, и немецкие технологии, и китайские рабочие руки, и так далее, вот, мне кажется, нужно двигаться как-то в этом направлении, и создавать мечту, когда мы все с вами, вот опять же мы с Данилой Ивановичем говорили, я говорю, Данил Иванович, ну как же вот вместе, как же вот борьба, мы должны все объединяться, он говорит, понимаете, вторая мировая, да, на нашу Землю пришел завоеватель, вот мы все собрались, дали отпор, и правильно дали отпор, но дальше все должны опять рассеяться, и каждый должен жить своей жизнью, и каждый должен найти свое предназначение, каждый должен найти свою миссию, и каждый должен жить в соответствии с законами Вселенной, в соответствии со своей совестью, и не нужны нам тогда будут такие сложные государства и институты, которые сейчас у нас наворочены, не нужна нам будет Госдума, не нужны нам будут многие вот эти системы паразитические, которые у нас сейчас расплодились, понимаете, и вот мы должны как-то придумать так, что мы расселены по планете, по Земле нашей, которая у нас огромное количество, и каждый занят своим созидательным делом, каждый творит, и каждый доволен, и понимаете, и есть, вот опять же, вспомните, берегите себя, я понимаю, что многим вот хочется, вот прямо хочется, зудит, вот прямо вот, чтобы съязвить что-нибудь в комментарии, оскорбить, написать что-нибудь ехидное, ну вот бывает зуд у некоторых, но слушайте, поберегите себя прежде всего, поберегите свои, и я понимаю, что это методика вампиров, но тем не менее, понимаете, вы же тоже, вот, вы же тоже люди, хотела сказать, а потом, сразу задалась вопрос, а что такое человек, да, и, а может быть, это уже и не человек мне пишет, понимаете, вот опять же, вспомните, Данила Иванович, когда про очаг рассказывал, ведь раньше просто знаками говорили, вот неприемный день сегодня, поставили очаг ногой к входу, и все, кто заходит, видят, что сегодня неприемный день, тебя здесь не хотят видеть, и уходят, все, не надо никаких, там, в лицо что-то говорить, критиковать, это заранее, конфликт, значит, рождать, вот просто тебе знаком показали, и все, до свидания, и мне кажется, это тоже правильно, потому что, мы сегодня живем, не понимая, что вот эту энергию, которую мы обладаем, мы все время отдаем, а что значит, мы отдаем энергию, мы с этим самым отдаем свое здоровье, в общем, говорить здесь, я говорю, можно бесконечно, много мыслей у меня, но вот давайте все-таки мечтать о хорошем, мечтать о том, как мы будем жить, о том, как наши дети будут учиться, чему мы их будем учить, и как мы сами хотим жить, как мы не хотим, мы уже знаем, мы уже эти образы так напитали, что мама дорогая, давайте мы создадим, создавать образы, как мы хотим жить, вот, всего вам хорошего, мира, благополучия, спасибо, что дослушали до конца, а выставку, вот все-таки сходите, с 13, 12 апреля, там будет официальная часть, а с 13 апреля, я вам всем рекомендую сходить и посмотреть, вспомнить и Гагарина, и понять, как эти люди жили, чем этот человек жил, на самом деле, кстати сказать, я опубликую также видео с пресс-конференции, видео с презентации книги о Гагарине, вот, хочу также обратить ваше внимание на то, как о Гагарине говорит Губарев, человек довоенного поколения, и как о Гагарине и о его полете, на какие вещи, не о самом Гагарине, а на какие вещи обращают внимание уже вот более молодое поколение, на чем они делают акцент. Вообще, конечно, вот, общаясь, прежде всего, с Губарем, Владимиром Степановичем, я понимаю, что вот это, с каждым разом все больше и больше понимаю, что вот это поколение довоенное, это люди с совершенно другим мировоззрением, опять же, к вопросу о мировоззрении, о миропонимании. Это люди, которые в детстве пережили и огромный голод, и огромное несчастье, и разруху, которые жили в землянках, сырых. у них другой взгляд на жизнь и другая, другая шкала ценностей. Для них тряпье неважно. Они жили идеалами, они жили идеями, и они были уверены в том, что вот им все дороги открыты, и они все могут. Это, понимаете, изнутри должно исходить. Понятно, что государство создает, но это изнутри еще должно исходить человека, что я могу, вот нам нужно, в себя поверить. Опять же, вспомните того же Ефремова. Силы, которые разбудили Тормансиан, это вера в себя, вера в себя и доверие ближнему. Две силы, которые пробуждают нас и подвигают нас строить лучшее, созидать. Так что веры в себя вам побольше и доверия другим. А здесь уже, да, доверие, это опять же, подключайте свои чувства, подключайте свои чувства. Сегодня, да, многие говорят хорошие и правильные слова, но немногие за этими словами реально делают те же дела, которые бы соответствовали сказанному. Тут нужно смотреть и анализировать и логическое мышление, но в том числе и чувственное подключать. Не эмоциональное, а интуитивное. Всего вам самого хорошего. Вот.